17 марта 2021 года пассажирская компания Укрзалезницы провела пресс-конференцию для СМИ по теме работы железной дороги в новом сезоне. Кроме презентации обновленного расписания, говорили также о сервисах для пассажиров. Один из них – это питание в поездах. На сегодняшний день пассажиры Укрзалезницы могут подкрепиться в дороге горячей едой только в поездах, которые обслуживает «Украинская железнодорожная скоростная компания». Для оказания такой услуги на конкурсе была выбрана кейтеринговая компания. Кроме напитков разного ассортимента и снеков, пассажирам предлагают хот-доги и горячие блюда. Если быть точнее, то на выбор предлагается два ланчбокса – мясной и вегетарианский. Они разогреваются в запечатанном виде. Купить такой набор можно еще при планировании поездки на сайте по продаже билетов или в самом поезде. Во время презентации 17 марта представитель кейтеринговой компании сообщила, что меню ланчбоксов планируется расширить. Уже на следующий день после мероприятия в продаже появились детские ланчбоксы. Они включают в себя не только еду, но и своеобразную игровую функцию. На сайте по продаже билетов указывается, что детское меню состоит из следующих блюд – разноцветные фигурные макароны, куриная отбивная, томат, ролл с овощами и сыром фета, банановый пирог. Между тем, для остальных пассажиров появятся свои сюрпризы. В пассажирской компании говорят, что в апреле текущего года на каждом направлении будет свое меню, то есть ланчбоксы должны отличаться содержанием. Так, во время презентации журналистам показали наборы еды под единым брендом «Смачна подорож». Некоторые имеют свои географические отличия. А среди десертов также есть миниатюрный киевский торт. Еще раз напомню, что горячее питание в поездах пока организовано только для пассажиров подвижного состава, который обслуживается украинской железнодорожной скоростной компанией. Речь идет о поездах Торпан, Хюндай и двух составах локомотивной тяги из пяти вагонов. Поэтому наличие обозначения поезда класса Интерсити не дает гарантии, что в нем будет продаваться питание. Это, например, касается поездов 749 Киев-Ивано-Франковск или 738 Киев-Запорожье. Это составы, в которых нет буфетов или кафетериев. Предложение о том, чтобы расширить охват сервисом питания не только в дневных, но и ночных поездах, поступают уже давно. Например, дать возможность пассажирам поездов дальнего следования предварительно заказывать еду при покупке билета через интернет. Это даст возможность кетеринговой компании избежать убытков. Например, в 2018 году Укрзалезницы решила провести эксперимент по внедрению горячего питания в поездах. Тогда тоже проводили презентацию, показывали ланчбоксы и горячие блюда, которые будут продаваться пассажирам. Схема организации такого сервиса была следующей. Кетеринговая компания арендовала в поездах дальнего следования одно купе и размещала там свой склад. В каждом вагоне было меню, из которого пассажиры выбирали блюда и затем заказ доставлялся в купе. Тестовый период такой услуги показал, что не все позиции меню пользовались спросом. Поскольку каждый продукт имел срок реализации, это привело к тому, что проект оказался нерентабельным. Поэтому самый приемлемый вариант организации питания в поездах прием предварительных предоплаченных заявок. То есть к дате отправления поезда компания уже знает количество заказанной еды и централизованно доставляет ланчбоксы на вокзал. Затем пассажиры во время поездки получают свой заказ. В пассажирской компании говорят, что хотят провести конкурс на оказание таких услуг и возможно в ближайшее время пассажиры ночных поездов получат возможность питаться более цивилизованным способом. Чтобы дополнить тему сервисов в поездах у корзалезницы, также добавлю, что кроме еды, пассажиры еще могут проводить время в дороге за просмотром различного контента через интернет. Однако пока остается нерешенная задача с запуском Wi-Fi с доступом в всемирную сеть. Для того, чтобы в поездах можно было пользоваться интернетом, необходимо обеспечить вдоль каждого маршрута качественный сигнал мобильной связи. Пока это возможно только вблизи населенных пунктов. Тем не менее, можно задействовать локальную сеть в поездах. Сейчас начинают внедрять услугу онлайн-кинотеатры, когда за определенную плату пассажиры получают доступ к видеотеке и могут смотреть фильмы. Если у вас есть свои предложения по внедрению дополнительных услуг в поездах у корзалезницы, пишите об этом в разделе комментарии, ну и также не забывайте ставить лайки и нажимать кнопку подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok